здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео вот нашим поросяткам уже уже практически месяц начинают они активно в кормушку лезть кушать что я хотел рассказать сколько держать поросяток надо сколько держать поросяток желательно под свиноматкой чтобы они выросли у нас хорошо росли вырадовали вас привет сдавали не захерели ну в идеале конечно месяца полтора-два если у нас как принято месяцы вперед месяца еще не дошло их выбрасывают на рынок там покупает человек и потом уже как скажем мучайся как хочешь а у них еще толком не сформированный желудок кишечники они начинают захеревать вместо того чтобы набирать они начинают как все думают привыкают там привыкать то-то одно но если он получает еще и мамкино молоко привыкание проходит до очень быстро незаметно а если выбросили рубаваря на этот сухой корм он конечно захереет и начинают они и сраться желудка проблем гравался нормально люк а если ты хочешь пиздануть что-то пойди промолчи и так если поросенка держать под свинкой месяца полтора лучше даже два то тогда с поросятки будут очень хорошие быстро расти будут привес давать не будут не болеть не поносить не будут все будет у них классно у вас так чтобы побольше производства ну чтобы побольше получать прибыли сразу скрещивают покрывают я там проходит месяц буквально их разъединяет покрывают в общем с одной стороны это понятно финансово это все оправдано но с другой стороны по-хорошему ну в идеале полтора месяца месяц пару недель лучше конечно два для себя я держал месяца два по ценам от тогда и поросятки хорошо растут быстро но все происходит у них очень хорошо видите поросятки у нас в месячном возрасте уже нормально подъедают но кроме свинки уже водичку пьют и сухому корму привыкают опять же сухой корм все-таки он что-то мне было тяжелый для желудка ему усвоится тяжело и соответственно если он еще получает прикол в виде молочка ему вообще тогда легче становится он не худает поросенок нормально себя чувствует видите даже чухается 6 ты чуха поросятки кушает ни на кого внимания не обращают пришли в кормушку позовать недовольны сейчас мама придет еще мало падает в общем время по времени сколько времени под свинка держать конечно выбор ваш ну для поросяток в идеале чем больше тем лучше у меня тут не супер какие-то там жесткие свиноферма нету там затрат допустим на труд не надо там платить наемным работникам я могу позволить себе немножко скажем так повыделываться и получить нормальных поросят которые не спеша выросли до нужного размера и удержать их больше месяца там месяц неделю две тогда не будет гарантированно качественный поросенок который не заболеет не просрется и у вас ну человека который купит он будет расти хорошо радовать его привет у него будет нормально не будет ни остановки в росте никаких проблем так что при выборе на рынке смотрите сами слишком рано лучше не брать а то я знаю бывают ну вот эти местные они быстро конечно растут и там буквально если еще свиноватка там второй третий опорос она огромная соответственно молока много и она начинается ну он там уже такой с виду вроде смотришь нормально ему там буквально три недели его если взять трехнедельно конечно захерит и чтоб ты ему не давал с него толку не будет он все как ну не стартанул нормально его присадила болезнями там кишечными всеми этими делами ну конечно если есть возможность там молочка там это опять же коровье молоко я не знаю оно то можно давать но слишком жирно чтоб он он будет дрыстать дальше чем видите это будет длиться очень долго поэтому лучше так не рисковать все-таки от молока свиноматки ему точно плохо не будет он себя чувствует прекрасно видите какие они игривые и это я зашел ну как бы не то что это не гоняю что-то делаю не он сами месяц там бегают грибутся довольные бодают сейчас мама придет она быстро успокоит так что подписывайтесь на канал ставьте лайки пожелайте всего хорошего моим поросяткам а самое главное пожелайте чтобы они бы быстрее продалися и кого-то посчастливили а то у нас уже скоро новый год а на новый год надо деда мороза где-то изловить подарка ему мешок напхать чтобы они чтобы он эти подарки мог раздать детям у тех двое это вообще два этих самых габжоры 2 до толстяка а вот вот кстати вот гребется вот этот сейчас покажу а вот вот этот поросенок это как раз тот что у нас был ранен и помните он у него осталось а шрамик остался на спинке и все вырос он меньше чем остальные хорош культфу на тебя хороший поросенок подока ты роешь даже хорошо дать бы тебе по жопе чтоб не рыл ну ничего пусть роет полам нашим это никак не повредит вот она где самая хитрая ты лядка хитрый ты лядка всех коров по высасывается и тоже смотрите свою сиську проверил соседнюю сиську все сиськи сейчас проверят ха я думаю чем больше всех конечно такой будет больше всех вот хитрюга пока эти дурбецовы гуляются самый хитрый наедается дурбалай я удивляюсь чего не на выгуливал так дерутся так они с детства так дерутся в бок толкает другую подбрасывает ну да мамка же самое вкусное съест а у вас там в кормушке немало аж вот смотрели этот вообще хитрый тупо стал одну сиську проверил вторую эти ну не такие хитрые но тоже мамка же самое вкусное есть надо у нее выбрать из-под рта вот дурбец вы дерутся вот содержание на сухом корме на этом самом запариваешь когда на сухом проблема одна чтоб водичка была постоянно с этого одного одного из одного соска хватит он свиноматку с поросятами пропоить без проблем я думал там на каждого по соску так не все это глупости одного соска потому что сильно рассидел от больших и хватало они нормально все себя чувствовали а мы вышли так вообще и подавно хватает он с этим самым нормально халат с молочи иногда с мукой посмотрите свинка конечно страшная капец ну зато детвора какая-то отъестся ничего страшного у нее будет время отъесть все подписывайтесь на канал ставьте лайки всего доброго хай ваше хозяйство плодится растет и не болеет